Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете шикарнейший рецепт для омоложения кожи лица. Маску, которую я сегодня предлагаю вместе со мной сделать, предназначена для очень сухой, для кожи возрастной, кожи, которая имеет глубокие морщины. И эта маска отлично разглаживает даже самую дряблую увядающую кожу. Маска эта подходит для ухода за кожей шеи, за кожей зоны декольте. Также эту маску можно наносить и на кожу вокруг глаз. Рецепт очень простой, эффект после этой маски вы заметите сразу. Видео будет полезным, информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра! И, мои дорогие, сегодняшний рецепт маски не только очень эффективен, но и очень приятен в использовании. Маска сегодня шоколадная и для ее приготовления нам понадобится какао-порошок, либо долька тертого черного шоколада. Можно взять как какао-порошок в чистом виде, можно взять какао-порошок с желатином для желе. Сейчас покажу. Вот такой вот. Открыла упаковку, уже пошел приятный аромат. И, конечно, все положительные эмоции после нанесения этой маски вы испытаете. Шоколад обладает большим количеством питательных масел, очень хорошо уплотняет тургор кожи, кожа становится плотной, эластичной. И, конечно, вы все это сами увидите. Для приготовления нам понадобится 1 столовая ложка какао-порошка. Затем добавляем 2 столовые ложки теплых сливок. Сливки лучше всего взять высокой жирности, чтобы те питательные ингредиенты, которые входят в состав этого молочного продукта, сливок, конечно, тоже очень хорошо питают и увлажняют кожу. Нам понадобится 2 ложки жирных сливок. Сливки можно заменить также и сметаной густой также. Но если сметана очень густая, нужно взять 3 столовые ложки жирной сметаны. Я беру 2 столовые ложки жирных сливок. И тщательно все перемешиваем. Консистенция этой маски позволит использовать ее на протяжении недели, то есть курса. Следующий очень важный компонент, который входит в состав этой маски, это перекись водорода. Перекись водорода нужно взять 3% или пероксид. Можно взять перекись водорода, хорошо обеззараживает кожу, также очень эффективно влияет на осветление лица. Также очень хорошо перекись водорода в составе этой маски несет одновременно и очень очищающий эффект. Добавляю 2 столовые ложки перекиси водорода. Если у вас перекись водорода 6% либо 9%, то разведите ее до состояния 3%. То есть если 6%, то разведите наполовину. Если 9%, то разведите в 3 части. Следующим очень важным ингредиентом для приготовления этой маски обязательно нужно добавить витамин. Витамин Е можно добавить как из капсул, вот у меня есть вот такая форма выпуска. Также есть витамин Е и в капсулах в отдельных, есть в мелких капсулах. Витамин Е может быть также и в масляный раствор витамина Е можно купить в аптеке, тоже можно использовать. Для приготовления этой маски нам понадобится 5 капель витамина Е. В этот раз я буду добавлять масляный раствор витамина Е. Этот витамин очень хорошо влияет на увлажнение кожи, очень эффективно разглаживает морщины. 3 капли витамина Е. Если у вас есть аевит, можно использовать также и его для приготовления этой маски. И 3 капли глицерина. Глицерин очень хорошо смягчает кожу. Глицерин это прозрачная маслянистая жидкость без запаха, со слегка сладковатым вкусом. Использовать глицерин в чистом виде для нанесения на кожу лица нельзя, но когда вы добавляете в различные маски, в кремы, глицерин очень хорошо увлажняет и уплотняет кожу. Также 3 капли глицерина. И затем все нужно очень хорошо перемешать. Когда вы готовите маски в домашних условиях, особое внимание уделяйте на смешиваемость компонентов, для того, чтобы качество домашней маски было на хорошем высоком уровне. Чтобы все питательные ингредиенты, которые вы добавляете в состав маски, вошли во взаимодействие между собой. И то сочетание ингредиентов, которые сегодня я вам показала для этой маски, идеально. Маска эта подходит для всех типов кожи. Для очень сухой кожи маска дает хороший увлажняющий эффект, одновременно с осветляющим и очищающим, дезинфицирующим эффектом. Те женщины, у кого очень сухая кожа и опасаются использовать перекись водорода в уходе за кожей лица в домашних условиях, эта маска идеально подходит и одновременно очень хорошо обеззараживает кожу. Маску эту лучше всего наносить в вечернее время, примерно за 3-4 часа до сна. Маску эту наносить на очищенную кожу, лучше всего на распаренную. Маска эта идеально подходит для ухода за кожей лица в банях, когда все поры открыты, когда кожа хорошо дышит и готова к эффективному впитыванию питательных элементов. Наносить эту маску нужно по кожным массажным линиям. Наносить можно на кожу вокруг глаз, на гусиные лапки. Также эту маску можно наносить и на верхнее веко. Маску эту также эффективно использовать для ухода и омоложения шеи и зоны декольте. Маску также можно наносить и на кожу рук. Маску эту нужно делать 1-2 раза в неделю. Хранить ее можно в холодильнике до 5 дней. Ту порцию, которую мы сегодня вместе с вами сделали, достаточно для использования в недельном уходе. Примерно через день-через два можно повторить эту масочку. Держать эту маску нужно не менее 25 минут. После истечения этого времени маску смочить теплыми влажными руками и дать 1 минуту на впитывание влаги. Затем круговыми движениями нужно эту масочку смыть теплой водой. В момент смывания обязательно сделайте легкий массаж для того, чтобы разогнать именно те питательные ингредиенты, которые эпидермис кожи в этот момент впитывает. Затем нужно кожу лица полоснуть прохладной водой. Можно сделать легкое тонизирование, протерев кожу лица замороженным отваром лекарственных трав, либо пакетиком зеленого чая. И нанести легкий увлажняющий или питательный крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.